В попытке стабилизировать рынок недвижимости администрация Пекина ужесточила условия для покупки квартир. В частности, меры касаются использования кредита. В определенных случаях покупателю приходится платить до половины стоимости квартиры в качестве первоначального взноса. Как отреагировал рынок на изменения, выясняли наши корреспонденты. В Пекине уже закрыли план по земельным аукционам за 2016 год. Продано всего 13 участков общей площадью 850 тысяч квадратных метров. Это минимальная цифра по продажам за 5 лет. Основная причина снижения в том, что часть земли на продажу предназначена для строительства гарантированного жилья и доступных домов нового типа, то есть для жизни людей, не для коммерческих целей. Сейчас меньше стали покупать коммерчески ориентированные участки, как раз из-за мер столичной администрации. Цель этого – попытка стабилизировать рынок недвижимости. С одной стороны, можно сдерживать прос инвесторов, с другой – тормозить слишком оптимистичную оценку застройщиков перспектив рынка. По официальным данным Пекинского муниципального комитета по вопросам жилья, городского и сельского строительства, за ноябрь в столице проданы чуть меньше 2700 новых квартир. Это на 20% меньше, чем в октябре. По сравнению с ноябрьским показателем 2015 года, цифра ниже почти на 33%. Тем временем снизились сделки и на вторичном рынке недвижимости. За последнюю неделю сентября были заключены контракты на продажу 9400 квартир. Однако после этого за последние два месяца недельный объем заключения контрактов уже сократился с 6000 до 4. По последним данным, с 21 по 27 ноября объем продажи вторичных квартир составил 4050. Это на 7,5% ниже, чем недели ранее. Падение идет уже пятую неделю подряд. За ноябрь продано в общей сложности около 19600 квартир. Можно сказать, что это минимум за последние потора года. Политика оликурирования рынка недвижимости действительно сдерживает. Особенно желание тех, кто вынужден продать свою квартиру, чтобы купить новую. Однако растет рынок аренды жилья в Пекине. Ноябрьский показатель на 15% выше, чем в октябре. Ежемесячная арендная плата снизилась на почти 7% и ноябрь стал самым низкооплачиваемым месяцем в году для арендаторов.